Всем привет! Пока у нас Варюха болеет, мы тут решили ей кое-что сделать. Ну то есть я решил. Она меня попросила, да, Варюх? Сейчас покажем. Варюх, показывай, что там у тебя. Утенок. Новая утя. Папа сделал ученка, сделал шапку, очки. А я сделал вот эти тапочки и вот булочку. И типа сок она пьет. Да. Прикольно, такая новогодняя утя, да? Здорово. Тебе нравится, да? Да. Ну вот так вот, пока тут Варюха болеет, надо радовать ребенка. Привет. Да, Тесси? Тессиушку. Тесси, посмотри сюда. Надо Тессюшку помыть, кстати. Да? Да. Давай помоем ее. Давай. Кто у вас, матеря? Вот покажи, Тесси, какая ты у нас. Чистюля была. Ужас. Че за девочка-то, а? Девчулька. Пойдем купаться. Ей-ка, жой-ка, жой-ка. Боится купаться. Почему я, Пуся? Где-то с вашим пунктом. Я не знаю, где-то с вашим пунктом. Ты сюда хочешь, ты сюда хочешь. Пунктик чему-связь ты. Кстати, вот этот шампунька, по-моему, тоже и сойдет, если я не ошибаюсь. Ну что, надо ее ополоснуть сначала. Вода нормальная. Че трясешься? Бои яйцо, оно не любит мусор. Собаки вроде любят, это кошки не любят. А где ты собаку увидела? Что? А она что, собаку не собака подходит? Да, она на собачку-то не похожа. В том году она вообще не любила ходить гулять зимой. На спину падала, кричала, ну пищала прям. А папа, помнишь, я с ней недавно пищу по сугробам? В этом году решили попробовать с ней на улицу сходить. В этом году она уже все нормально. И по сугробам, и по снегу, и там по всему лазила. Наверное, повзрослела, а в том году ей не нравилось. Болка, Тима, ай, ты че? Собакин, собакин. Тима слеткий. Вот она маленькая крыска. Вот именно. Это даже не собака, а крыса какая-то. Читер. Крыска. Крыска-варызка. Так, сегодня 23 декабря. И вот смотрите, какие выпали. Здесь не конфетки, а печенечки. Печенечки, да. О, Тима, ты как будто игрок кальмара играешь. А у тебя какая выпала? Что он не фокусирует совсем? Подожди. Тима, у тебя варюшка? Странно. Это варюшка. Что он не хочет фокусироваться на печеньках? Ну да ладно. Смотрите, тут можно и ниточку вот так сделать, и повешить тайоку. Да? Ну лучше съешь ее. Я остаюсь сегодня. Чуть-чуть совсем осталось. Варя, кстати, сегодня дома. Я заболела. Варя заболела, представляете? Вот осталось совсем чуть-чуть. И вот, и она заболела. О, кстати, имбирем прям пахнет. Прям имбирным пряничком. Давай, Варюха, выздоравливай скорее. Ты мне пооблизывала, а теперь... Все как в сериале, да, Тима? Игра кальмар. Господи, дети. Так, Дениска, что случилось? Короче, сейчас постепи заправляли. Всем добром утро, кстати. Смотрю, провисла. Гардина? Ну, конечно. Смотрите, вот я вытащила. Она просто легко вытащилась. В последнее время вот эти оранжевые пробки, дюбель пробки, стали очень плохие вообще. То есть, лепестки должны расширяться, то есть, а при закрутке шурупа, самореза, то есть, вот, я просто за спокойно это вытянул. Надо фишеровские покупать. Ну, они только в Леруа продаются, нигде больше. Ну, да, Денис сейчас вызвонил в магазин, и нигде у нас тут нет на районе. Надо закупить, чтобы они всегда были разных размеров. По-моему, это покупал, нет? Красно-серенькие, чтобы все сдали. Только ими можно реально что-то вешать. Особенно вешать тяжелое. Ну, Варюха кашляет сильно вообще. Варюх, ты че? Все кашляем? Ку-ку. Мы лечимся, чтобы к Новому году успеть выздороветь, да? Ты чужа, привет. Ну, вроде нормально. Все, хвостом замахала, замахала. Ух, а, игрушку трогают, правильно? Порычи на нее, дула, дула, дула. А то, скажи, сворует еще. Порычи, порычи на нее, правильно? Да. Да, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А? А Таисе фишка есть, мне рассказывала. Чего? Как она это? Короче, если куда-нибудь встал и ушел, она твое одеяльце. Короче, ложится на подушку и Тиава на себя натягивает. Да. Тебя место потерял. Как там? Попу оторвал место, потерял. А еще, когда папа пылесосит, Тейси на пылесос кавкает. Да. Она боится пылесоса. Вот опять забрали у нее игрушку, она сейчас опять ругаться будет. Вот. А я тебе говорила, Варь. Она прям не любит, когда у нее игрушки забирают. Особенно, когда ты не кидаешь назад. А можно ли только камерой? Тейси попой на камере встать, это, конечно, вообще... Была у моей мамы в гостях, вообще я красила корни наконец-то, хоть под Новый год. Я все-таки с нормальным цветом волос, скажем так. Вот, моя мама сшила для вот этой утки Лала-Фанфан вот такой комбинезон. Да, с капюшоном. Прелесть, правда? Да. Вообще очень месть. А еще покажите, что Серега вам подарил. У меня приехал мой брат, его не было 7 месяцев. Он... Он попыт. Он моряк. Вот. И подарил вот такой вот Варе попыт с единорогом. А Темка, покажи. Он не моряк. Кошвор просто. Он второй помощник капитана. Да, он уже второй помощник капитана. А не моряк. Это очень круто. Моряков называют. Он умничка просто огромный. Я буду забирать. Так. Ну все, да, вы можете. Ну ты счастлива, правда? Столько подарков. Кстати, я хочу теперь копить сладости. Копить сладости? Ты хочешь себе... О, ну кстати, хорошо. Хорошая идея. Вот. Возьми какой-нибудь ящичек, туда складывай. Когда захочешь сладости, хоп, и съела. По-моему, это очень удобно. Капец у тебя тут. Всего на свете. Да-да, там еще целый стол, на самом деле, в сладостях, поэтому... Это жубничок. Тут называется, бабушки понадарили им это, сладости всякие. Сейчас нам по 200 рублей подарили. Показываю я, вот, Денис, там фрукты, чакопай, разных очень много. Я прожду. Всем привет. Сегодня 25 декабря. Осталось совсем немножко до Нового года. И я иду в салон делать маникюр. Вот. Все-таки хочется перед Новым годом, тем более, выглядеть более-менее прилично. Вот. Не знаю, как это сделаю. Наверное, красный. Я в прошлом году тоже делала красный. Мне кажется, красный для Нового года это отличный вариант. Вот. Либо что-то с блесками. Не знаю. Если честно, я всегда так иду и не знаю, чего хочу. Вот. Но потом покажу уже конечный результат. Так, ну что, пришла с маникюра. У нас еще и Темочка заболел. Вот. Теперь и Варя, и Темка болеет. Что делать, вообще непонятно. Потому что до Нового года так-то 6 дней осталось. Вот. Артемка, надо выздоравливать срочно. Ты согласна? У-у-у. В общем, сделала я маникюрчик красный. Вот. Все-таки решила, как в прошлом году, чтобы это было ярко. Я вообще красный не ношу. Вот. Но на Новый год, почему бы и нет. Мне вчера, кстати, из салона пишут. А вы знаете, что вам нужен QR-код? Типа, мы без него не можем принять. Но при этом, говоря, типа, мы паспорт не проверяем. Вот. У меня нет, естественно, QR-кода. Откуда ему взяться? Вот. Звоню маме. Я говорю, мам, дай QR-код свой. Но она выслала. В итоге вообще ничего не спросили. То есть просто, да, по записи, окей, да, проходите. И ни у кого ничего не спрашивают. Ну, видимо, не так. Лишь бы сделать вид, что они собидают правила. В итоге никаких правил нет. Поэтому продолжаем ходить без QR-кодов. Зачем они тогда нужны, если их все равно не проверяют. Поесть мы можем и дома, либо на вынос, либо еще как-то. Поэтому, в принципе, они нам и не нужны. Вот так вот. Вот. Покажу, как красиво. Прям ярко так вообще. Будет, мне кажется, с красными губами. Да, мне кажется, с черным нарядом. Мне кажется, будет смотреться очень даже ничего. Так. Танцы у нас в этом году закончились. Но дети все равно тренируются. Танцуют чо-чо-чо дома. До Нового года всего лишь пять дней. Пять дней до Нового года. Давай-давай, Варюха. Чего? Руками. Что это такое? Что с руками происходит? Что у нас тут происходит? Так. Вообще, у Темочки партнерша есть по танцам. Мне кажется, я даже об этом не говорила еще. Вот. И он умеет в паре танцевать. Ча-ча-ча умеет квадрат танцевать. В паре. А Варя пока так. Получается. Я могу еще один. У тебя руки, вот посмотри. У тебя туда-сюда руки болтаются. Господи. Еще одна танцорка. Танцорка вышла. Палька. То есть не нравится, как ты танцуешь. Ага, бедная собака.